Привет, ребята! На связи с вами Серёга. Мы продолжаем рисовать наш классный шаблончик под названием Лёва. И мы этот урок начнём с рисования формы подписки. Походу мы, конечно, этим и закончим. Но прежде чем начать, давайте мы наведём порядочек в слоях, потому что у нас сейчас появится ещё большая куча слоёв. Поэтому мы это всё дело разобьём по папкам логически. Итак, сначала мы создадим одну общую группу под названием Шапка. И внутри неё будут содержаться все папочки, относящиеся к шапке. Во-первых, это верх нашей шапки. Размещаем его сюда. Дальше над этим верхом мы создаём ещё одну группу, которую назовём Подписка. То есть в ней будет содержаться наша форма подписка. Так, и вот теперь мы уже можем работать. Давайте я перейду назад в шаблон, сделаю размер один к одному, Ctrl-1 нажимая. Так, дальше я ползу в самый верх, как черепаха. Так, и здесь включаю направляющий Ctrl-G и включаю сетку Ctrl-E. И у нас появляется вот такая картина маслом. Так, что теперь? Теперь мы выбираем группу Подписка. Пускай у нас будет активно, чтобы слой появился прямо в ней. И выбираем прямоугольник и будем рисовать фон для нашей формы подписки. Так, что мы делаем? Давайте мы отступим от середины нашего сайта, вот этой средней направляющей, пикселей 22 квадратика у меня. И начинаем тянуть. И не дотягивая до последней направляющей, тоже пикселей 22 квадратика. И вниз, пускай наша форма покуда будет побольше, потому что потом мы что-то можем ее сократить. Щелк, появляется вот такая штуковина. Идем в слои. Вот наш прямоугольничек. Давайте мы его сразу переименуем в фон. Ну, сразу понятно, что это фон подписки, потому что он в группе Подписка. Два раза щелкаем по нему мышкой, хотя нет. Сначала я нажму Ctrl-E, убирая полностью сетку, она нам мешает. Теперь два раза щелкаю мышкой, появляется окно Стиль слоя. Я спрячу вот это окошко и начинаем рисовать. Во-первых, давайте мы сделаем наш фон такого же цвета, наложение цвета, как у букв Лев. Щелк, появляется пипетка, опаньки, окей. И видим, вот что у нас получилось. По-моему, зачетно смотрится. Сразу заметна форма подписки, это большой плюс. Дальше нам необходимо... Вот что мне здесь сейчас не нравится, это то, что у нашей формы подписки вот такой резкий переход. Его можно смягчить при помощи границы. То есть, если мы сделаем обводку, например, пикселей 10. Не, слишком большая. Давайте 5. 5 сделаем. Вот тут скруглены углы, видите, да? Давайте мы ее сделаем внутри. Вот уже отлично смотрится. Цвет поставим беленький. И теперь мы делаем прозрачность нашей границы. Точнее, непрозрачность на 50%. Опа. И у нас получается уже вот такие помягче края тут идут. Однако, минус в том, что на белом фоне граница не видна. Это я решил за счет тени. То есть, мы добавляем обычную тень. Уже становится видна, но слишком резко. Поэтому тут, опять-таки, непрозрачность я поставлю в 50%. Смещение давайте я уберу на единичку. И размер поставлю тройку. И у нас появляется вот такая аккуратная легкая тень, которая сразу подчеркивает нашу границу. Так, жмем ОК. В итоге получается вот такое окошечко, в котором и будет размещена вся подписка. Дальше, опять-таки, дуем в слои. Смотрим, вот наш фон. Выбираем группу подписка, чтобы опять следующий слой появился над фоном. И теперь выбираем инструмент текст. Так, и начнем делать надписи. Первым делом, опять-таки, включаю сетку, чтобы было удобно. И давайте мы отступим. Раз, два, три квадратика сверху. Здесь мы начнем ввести текст. Поле текста. И ведем его аж до сюда. Вот. Опаньки. У нас появляется такое поле. Идем в символ. Делаем шрифт работа обязательно. Цвет давайте поставим почернее. Так, давайте один, один, один пускай будет. Так, работа лайт. Дальше абзац сделаем по центру. У нас, видим, курсор стал по центру. Здесь напишем пройти обучение. Так. И, в принципе, можно поставить даже двоеточие. Отлично. Вот что мы в итоге имеем. Однако, я сейчас уберу сетку. Вот эта надпись, она слишком мелкая. Поэтому я иду назад в символы. У меня тут стоит, видим, работа. Все есть. И выставляю размер текста в 30 пикселей. Вот. Уже лучше. Так. Резкое. Ставим. И здесь делаем весь текст большим. Опа. Прописные буквы. И тут уже, в принципе, такая форма смотрится намного лучше. Что ж. Это тоже хорошо. Дальше. Следующий момент. Это поставить форму для ввода e-mail. Поле, точнее. Поэтому мы возвращаемся назад. Включаем сеточку. И здесь начинаем рисовать. Опять прямоугольник с прямыми углами. Идем сюда. И тут. Ну, где-то давайте тоже 3. 30 пикселей отступим от начала. Вот даже там, где граница идет. Вот. И начнем рисовать аж досюда. Так. Тут раз, два, три. Тоже. Вот так. И высота 50 пикселей. Пускай будет. Вот такое большое поле для ввода подписки. Отлично. Идем в слои. Сразу переименовываем. Ну, во что тут? Давайте e-mail назовем. E-mail. Так. Два раза щелкаем по нем. Но сначала убираем сеточку. Два раза щелкаем. Вот. Появляется у нас просто черный прямоугольник. Наложение цвета выбираем. Беленькое. Так. И, в принципе, еще можно границу сделать. Потому что сейчас края, вот у кнопки нашей, слишком, точнее, у поля. Они слишком размытые, вот на этом желтом фоне. Поэтому я выбираю обводочку. Внутри. Один пиксель. И цвет обводки. Какой мы делаем? Изначально мы делаем такой же, как у нашей формы. Вот беленький, либо, ну, вот можете на буквы щелкнуть такой же цвет. И потом мы вот этот кружочек тянем вниз. То есть делаем нашу обводку чуть темнее. И видите, уже края четче стали видны. И это большой плюс. Окей, окей. В итоге получаем вот такое поле. Так. Что у нас дальше? Надо разместить текст. Опять-таки выбираю инструмент текст. И смотрите, если я наведу сюда, то текст начнет писаться прямо внутри. Мне это вот не нравится такая функция. Поэтому я выбираю подписку. И тут уже начинаю размещать текст. Так. Что мы там разместим? Я не помню, как я там придумал. Сейчас подсмотрю. Введите сюда свой e-mail. Так. И пишем. Введите сюда свой e-mail. Так. Отлично. У нас получается вот такая штука. Идем в символы. Абзацы точнее. Ставим выравнивание по левому краю. И размер, естественно, делаем меньше. Давайте сделаем... Тут такого нету. Давайте 20. Вот. Так. Размер можно сделать еще меньше. И цвет давайте мы сделаем... Даже не знаю. 4, 4, 4. Ну, в принципе, нормально. Можно еще даже поярче. Точнее, посветлее. 5, 5, 5. Вот так. Введите сюда свой e-mail. И потом вот этот текст вы уже выравниваете по серединке. То есть выбираете поле текстовое. Слой с текстом. Выбираете инструмент перемещения. И стрелочками на клавиатуре. Бабахайте так, как вам нравится. Все. В принципе, с этим мы покончили. И ниже теперь надо разместить еще один текст. Поэтому я выбираю инструмент текст. Включаю сетку. И опять начинаю вести. Ну, вот от края этого поля и до этого края. Вот такое текстовое поле. То есть наравне с нашим полем для ввода e-mail. И здесь, что мы напишем. Так. Введите сюда свой e-mail. И нажмите. И нажмите на кнопку ниже. Так. Вот этот текст мы опять-таки сделаем символ темным. 1, 1, 1. Так. Затем абзац сделаем по центру. И в принципе так уже нормально. Осталось только разместить кнопочку. Дуем. Опять включаем сеточку точнее. Дальше выбираем инструмент прямоугольник. И тут начинаем рисовать. Ну, где-то здесь давайте начнем. Так. Размер по ширине точно такой же, как у нашего поля для ввода e-mail. А вот по высоте я сделаю ее чуть больше кнопку, чтобы она была более заметна. Итак. Вот наша кнопочка. Идем в слои. Переименовываем кнопку. Так. И опять-таки два раза. Нет. Сначала я сетку прячу. Два раза щелкаю по слою кнопка. Появляется окно стиль слоя. И здесь давайте я выберу наложение цвета. Так. Какой же. Давайте. Так. 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 Посмотрим. Опаньки. Ну, в принципе, неплохо смотрится. Так. Ну, вот. АА000. Такой цвет не подходит. Жбем окей. Тут уже я границу делать не буду. Если хотите, делайте сами. Потому что здесь края четко видны. То есть мне это нравится. Единственное, что сюда можно добавить, это маленькую тень. То есть как бы подчеркиваю, что это кнопочка. Так. Тень. Помните, что я сказал, маленькую. Коней лепить вообще не советую, потому что очень плохо это смотрится. Так. И непрофессионально. И прозрачность давайте я сделаю вот такую. То есть чтобы тень была еле-еле видна. Чтобы она просто чуть-чуть показывала, будто наша кнопочка здесь есть. То есть что это не просто какой-то красный квадратик, а что вот он отбрасывает тень. Это что-то объемное такое. И благодаря этому посетитель понимает, что сюда надо нажать. Так. Отлично. Но пока мы не видим текст, он, конечно, этого до конца не поймет. Поэтому выбираем опять подписка. Щелкаем. Так. Включаем точнее сетку. Выбираем инструмент текст. И здесь начинаем рисовать. Текстовое поле сделаю изначально такое же, как наша кнопочка. И внутри него что мы напишем? Так. И нажмите кнопку. И нажмите на кнопку ниже. Так. Давайте напишем забрать систему. Забрать систему. Отлично. Щелкаем сюда. Так. Теперь символ. Цвет. Соответственно белый. Все буквы большие. И размер можно тут поставить как выше. Так. Ну даже пускай чуть меньше будет. Вот такой размерчик. И теперь мы перемещаем его вниз. Это текст, чтобы он нормально смотрелся. По серединке приблизительно. Вот так вот. Так. Все отлично. Осталось только, смотрите, мне не нравится, что тут немножко плохо видны, как-то размыто более видны вот эти все буквочки. Поэтому, что я сделаю, я добавлю легенькую тень, чтобы они были четче. Так. Идем в слои. Опять вызываем окно стиль слоя. Вот оно. Выбираем инструмент тень. Наш текст начал отбрасывать тень. И опять-таки делаем тень такой вот приблизительно. Дальше. Смещение. Один. Размер. Вообще можно два поставить. И как бы тень у нас есть, и как бы ее одновременно и нет. А вот буквы стали читаться четче. Вот сравните у себя на компьютере. Щелкайте на тень. И включайте. И вы посмотрите, как вам лучше читается. С тенью или без. Жмем окей. И сразу же предупреждаю, что слишком большая тень. Она только спортит все ваше вот это ощущение читаемости букв. То есть надо все в меру, друзья. Так. В принципе, наша форма готова. И теперь, что нам необходимо сделать, это все растолкать. Потому что у нас сейчас сплошная каша, да. Можно подавиться на этой форме подписки. Поэтому мы все это растолкаем. Во-первых, выбираем. Зажимая клавишу Ctrl, выбираем вот этот слой. Забрать систему. Затем, не отпуская клавишу Ctrl, выбираем кнопка. Выбираем это. Выбираем это. Так. E-mail тоже сюда. И в принципе, пройти обучение меня устраивает, как оно расположено. Поэтому я его оставлю. А вот все остальное я начну стаскивать вниз. Итак, жму сюда. Точнее, Ctrl-E появляется у нас, как его, сеточка. Так. И вот этот слой я немножко опускаю вниз. Так. Так скажем, разрядим обстановку. Отлично. У нас поле пододвинулось. Вот теперь я убираю e-mail. И убираю, видите, сюда свой e-mail. То есть, вот это поле у нас остается неизменным. А все остальное я опять тащу вниз. Стрелочками на клавиатуре. Вот так. И теперь у нас остается только кнопочка. И ее я тоже тащу вниз. Ну, в принципе, вот так. Наша форма уже стала более, так сказать, аккуратной. Теперь давайте мы выберем надпись пройти обучение. И немножко ее тоже можно сдвинуть вниз. Вот так. То есть, чтобы сверху было побольше отступа. Чтобы наша форма была нагляднее, что ли, так. Так, в принципе, вот этот такой подход не нравится. Теперь нам осталось только вот убрать вот этот низ. Поэтому мы идем, выбираем фон. И начинаем его делать меньше. Так, я сначала уберу... Не, сетка пускай будет. Мы просто выбираем масштабирование. Идем сюда. Идем сюда. И идем вот сюда. Масштабирование. Щелк. И вот здесь появляется такая штуковина. Мы можем тянуть, тянуть, тянуть вверх. Уменьшая наше поле. Так. Давайте 280 поставим. Опаньки. Применить. И в итоге мы получаем вот такую форму подписки. Ну, друзья, я думал, что мы сегодня сделаем больше. Я не думал, что я такой балабол. Ну, думаю, вам понравилось обучение. Покуда вот эту форму не сдвигайте ни вверх, ни вниз, мы в следующем уроке разместим счетчик, фон задний и уже потом скомпонуем полностью нашу шапочку. Ну, а пока на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. На связи с вами был Серега. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И если есть вопросы, то кидайте их прямо в комментариях под этим видео. А, еще один момент, друзья, кто хочет скачать урок себе на компьютер, у кого интернет галимый, вы просто-напросто открываете описание к видео, и там будет ссылочка на прямое скачивание вот этого архивчика. Ну, не совсем прямое, но там качается все без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok